Завет. Мы сегодня говорим о заветах, о связи заветов с верой, о том, что завет это прием Бога для того, чтобы нам поверить больше. И завет это особая форма договора, согласно которой обе стороны или большее количество сторон, стоящих в завете, они имеют свои права и, конечно же, свои обязанности. Бог напоминает нам заветами, что у нас есть обязанности. Он напоминал тогда Аврааму, говоря, ходи передо мной и будь непорочен. Сначала он сказал, выйди и тогда я дам тебе, помните? Но потом он сказал ему, будь непорочен. Если ты будешь порочен, как бы подразумевается, да, этого не написано, но это подразумевается, что если ты будешь порочен, ну, сложности будут у тебя. Будь непорочен. Обрежь крайнюю плоть. Во второзаконии написано, обрежьте сердца ваши. Про плоть ясно, про крайнюю. Про сердца ваши. Речь идет о хирургической операции? Естественно, нет. Чистейший духовный смысл. И только лишь один прямой смысл, и он только духовный. Это значит отрезать от сердца, вырезать из сердца, удалить из сердца все то, что Писание называет нечистым. Сознание, да, да, конечно. То есть это непременное условие, это непременное условие вхождения в свои права по завету. Если мы не исполняем по завету то, что обязаны исполнять, мы не можем войти в свои права по завету. Израиль, взявший ковчеги, пошедший с ним на войну, при испуганности врагов, при укреплении своей веры, заметьте, они кричать начали, это же да так, что земля дрожала написано. То есть у них ух! Ну, но договор не сработал, для них Бог не пошел там. Потому что даже сами те, кто несли этот ковчег, как бы они были нечисли перед Богом, сыновья Ильи. Мы будем говорить больше завтра на тему того, что препятствует и даже разрушает нашу веру, при том, что мы что-то стараемся делать в этом отношении. Вы когда будете служить людям, кто из вас станет пастырем, вам нужно будет помочь человеку разобраться, почему у него иногда может блокироваться вера. Ведь поймите, что вера это благодать, это дар Божий. Она не есть в нас самих просто так, это не, это знаете, вот у нас есть мозг, например, у нас есть там, ну, очки есть у нас, много чего у нас хорошего есть. Вот, но веры в нас нет. Вера это то, что приходит только от Бога в нас. Это приходит, она рождается в нас через соприкосновение со Словом. Вчера мы много внимания в этом удивили. Но это чистой воды дар Божий. Я не говорю о вере, как о даре Святого Духа из 14 главы для служения 12, извините, 1 Коринфянам. Я говорю о вере, как о канале, соединяющем нас с Богом. И этот канал можно засорить. Если жить противно тому, как хочет от тебя Всевышний, то никогда не будет веры, даже если ты будешь делать все, что необходимо для этого технически, скажем, Библию считать, если будешь. То есть, вообще Библия в норме должна вести тебя к святости. Вот почему я вчера остановился и начал говорить о том, что будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Поймите, вот такие мелочи могут блокировать нашу веру. Потому что на самом деле это не мелочи. Мир надиктовал нам образ успешного человека. Это наглый, расталкивающий всех по сторонам, зубатый такой, который, ты ему слов, он 20, который всех может обломать, заткнуть за пояс. И волей-неволей мы хотим подражать для того, чтобы выжить и быть наверху, а не внизу. Когда мы приходим к Богу, довольно длительное время мы еще вот такими являемся, понимаете? Но Богу это не нужно, Он не дает таким людям благодать. Люди, которые говорят правильные слова, ведя себя так, знать знают, но умеют не умеют. Говорят о том, чего у них нет самих зачастую. И могут ли они обрести настоящую веру? Конечно. Для этого нужно смириться, для этого нужно слушаться Бога. Для этого нам надо стать другим человеком. Вы думаете, я мало о вере рассказывал в разных кругах? Очень много. И во всех ли местах это было принято и подействовало? Нет, не во всех местах. Почему? Люди сами выбирают, каким жить дальше. Обратите внимание, я когда в прошлый раз здесь учил, я 5 лет назад был, то я больше говорил о технике дела. Но за 5 лет что-то произошло со мной, я какие-то испытания прошел. Я вот понял, что техника это надо. Но техника это пункт номер 2. А пункт номер 1, это то, о чем я вот с вами сейчас говорю. Ты не можешь, ты если технику веры будешь применять, вот как молиться, как думать в этот момент, как в последний день мы об этом говорим. Если у тебя нет всего того, что предваряет это, у тебя ничего не получится. Много где молятся за больницу, не везде люди исцеляются. Много где провозглашают верой там то или иное. Но не везде потом молитвы получают ответ. Мы видим, Израиль взял ковчег. Что вышло? Поражение. Для поражения они взяли ковчег, не для победы. Они взяли ковчег, потому что брали пример со своих предков, у которых была победа. Почему же у тех была победа в этих поражениях? Те за 7 дней, как говорится, нагуляли себе хорошую такую шапку веры. Правильно? А эти как раз про веру ничего не думали. Они взяли предмет и хотели этим предметом разбросать всех врагов. В итоге были 30 тысяч человек погибло. Представляете? Почему говорят, мы верили Богу. Мы верили Богу. И теперь мы в таком посрамлении находимся. Жизнь плохая, на душе тяжело. Скандал в коллективе. Давайте разберемся. Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Как ты себя ведешь? Что ты желаешь? Каковы твои мотивы? Каков твой уровень послушания? Каковы твои взаимоотношения с людьми? Вот исследуй вот эти вопросы. Их 5 я, допустим, сейчас набросал жирными мазками. Я думаю, что если даже вот здесь посмотреть, ты можешь найти корень своих неудач. Ну я же исповедовал. Я же там молился час, четко, как сказали. И там... Нет, ну это хорошо. Другое дело, что ты как бы вкладывал в это. Каким ты был. Не что ты делал, а каким ты был в это время своей жизни. Каким ты был в это время своей жизни. Да. Вы сказали, что вера дает Бога. Она идет в начальном присутствии нас. И он потом нас отдает. Хороший вопрос. Значит, люблю на эту тему говорить. Не знаю. Просто сейчас чуть уйдем в сторону. Понимаете, вот человек, рожденный в этот мир, это духовный калека. Знаете, если люди рождаются, они рождаются калеками. Ну, по каким-то причинам. Без руки, без ноги там. Ну и так далее. Человек, рожденный в этот мир, это духовный калека. Он прилично далек от того образа, сотворя вот который, Бог сказал, весьма хорошо. Но у калеки какие-то функции работают нормально. Вот так и у человека что-то есть от того первоначального образа, что было заложено в том идеальном, в той идеальной модели человека, когда Бог сотворил и сказал, это хорошо. Он может быть добрым. У него есть чувство справедливости. Правда? Он способен любить в какой-то степени, в какой-то. Он способен верить в какой-то степени человек. И причем способен верить зачастую там, где верить, честно говоря, опасно для жизни. Но вера, которая соединяет нас с Богом, которая возвращает нас в живое состояние, это импульс, приходящий от Господа. Это подарок сверхъестественный, возрождающий нас выше. Это как, знаете, глоток того кислорода, которого здесь нигде нет. Вообще-то ты вздохнул, и ты живой сразу. Вот как дар от Бога. Благодатью вы спасены. Что послание? Вторая глава, если мне память не изменяет, давайте посмотрим. Какой? Или восьмой, да? Ну посмотрим сейчас. Восьмой. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар. С одной стороны сие, как спасение. С другой стороны, сама вера, которая спасает. И сиение от вас, Божий дар. А что, вера евреев органически, генетически в евреях живет сама по себе? Чем евреи в этом плане лучше? Ничем. Пойми, что дар от Бога человеку любой национальности, что евреи, что нет. Можно, ну, как бы. Ну, то есть, в основном, что люди безбожные, как мы в результате, там, какие-то суеверия, вера в другим богов, это тоже своеобразная вера. И они искренне верят их. И они получают свои ответы даже от каких-то... Ну, как тебе сказать, смотри, вот вера в других богов, это же, Писание пишет нам, что другие боги — это бесы. Так и написано, прямым текстом. Бесы — это духовные существа, живущие в духовном мире и имеющие возможность по самой сути своего сотворения влиять из духовного мира на физический. Так? Они влияют на людей, производя в них духовную работу, духовно их формируя и духовно их для чего-то преобразовывая. В данном случае, там, для веры в себя. И вот то, что налаживает связь человека с духовным миром с черного хода, как говорится, это тоже вера. Это тоже ожидание, это тоже уверенность невидимого мы знаем. Другое дело, что эта вера не спасительная. Давайте различать. Вера, которая от Бога идет, это вера спасительная. Как пишет послание Титу, если мне память не изменяет. Пришла благодать от Бога, спасительная для всех человеков, да? Вот, что вера, которая бесы... Ну, мы можем применить слово вера здесь, потому что в общем смысле этого слова, по Ожигову, да, это подходит. Но если говорить в библейском смысле слово вера спасительная, оно не подходит сюда. Та вера спасительная, которая соединяет нас с Богом, которая возвращает нас пошагово и очень длительно к тому образу, который был утерян через грех Адама, это вера, дар от Бога. Вот, ну, я как бы научена так вот, что человек рожденный, да, Бог сопротивляет все это таким образом, что выложил в него веру. Если у человечества утрачено веру в Бога, то есть вот это место, не занятое Богом, оно все равно заполняется верой на что угодно. И если человек попадает, ну, скажем так, в Божью среду, там, где они попоедут слово Божие, вот это вот, ну, я представляю, это как резерва какой-то там, ну, образно, да, вот это чистится, все то, что не от Бога уходит, вера не в Бога, скажем так, а Божья вера наполняет человек. Ну, вот здесь мы можем, конечно, разные метафоры здесь применять. Я с вами согласен, что можно применить метафору того, что в нашей душе есть некий резервуар, который можно заполнить чем угодно. Вместо бензина можно залить туда вода и ожидать, что машина поедет, и удивляться, почему этого не происходит. Вот, то есть, жидкость же, да, можно даже цвет такой создать, похоже, только свойства будут другие все равно. Вера Божья, ведь смотрите, что такое вера Божья? Имеете написано веру Божью. Вот есть такое важное слово в Писании, которое не говорит нам о какой-нибудь вере. Написано, имейте веру Божью. Стало быть, есть вера не Божья. То есть, есть то, что от Бога приходит, а есть то, что вообще приходит, ну, непонятно откуда. Вот почему человек начинает в какой-то там, ну, как вот я переживала, да? То есть, у меня призыв был, но я еще не понимала, кто меня призывает, да? Поэтому меня интересовала всякая духовная литература. Меня интересовались вот эти мета вещи, понимаете? Рерихи, да? Ну, да, и Рерихи, и Лаваска, это все. То есть, запрос был, веры хотелось. Но понимал, как бы, проходило время, ты понимал, что, ну, все равно она тебя не позволяет, она тебя не наполняет. Ну, вы сами даете ответы на все вопросы, потому что, ну, смотрите, например, сколько бы я... Ну, вот можно... Хорошо, вот кислород — это газ, давайте так. Кислород — газ. Водород — газ. Водород сильно отличается от кислорода по плотности, если кто-то химию учил, вы помните, там, по своему атомному весу и так далее. Можно найти похожий по весу атомному и по плотности такой же газ, как кислород, ну, не по плотности, ну, по... И попробовать им подышать. И просто не получится, да? То есть, понимаете, организм воспримет кислород только, и вдыхая кислород, он будет жить. Если дунуть газом каким-то другим, то организм умрет. Хотя и то, и то газ, вот так, и на цвет, и если бы это можно было увидеть, можно сгустить определенным образом любой газ, он станет виден, сжать его, да? То есть, все они одинаковые, эти газы. Из баллона, вот если запускать, сжиженный, он весь одинаковый. Но только лишь в одном случае организм будет жить, если это будет кислород. Любой другой организм умрет. Вот так и вера. Если это Божья вера. Вот смотрите, наш курс посвящен Божьей вере. Я не хочу уходить здесь в другие дела, просто лишь потому, что у нас нет для этого времени. Я говорю о вере Божьей. Как, откуда она берется, Божья вера? Откуда, как ее укрепить в себе? Каковы приемы Бога для того, чтобы мы верили лучше? В заветы, например, да? Что ей мешает? Что ее разрушает? Как ее применять? Будем говорить об этом с завтрашнего дня. Об испытаниях, как о приеме. Вот мы говорим сегодня о заветах, как о приеме Божьем с целью помочь нам поверить. В завтрашнего дня начнем говорить об испытаниях, как о приеме Божьем с целью вырастить в нас из маленькой громадную веру. Ведь если человек не понимает замысел испытаний, он будет всегда противиться им. Всегда пытаться их оббежать. А если он понимает, зачем это, то у него вера будет ой-ой-ой. Ну и так далее. Мы о Божьей вере говорим. Я, извините, люблю на все темы говорить. Искушаюсь вами, и убегаю по сторонам. Хорошо, заветы, договора, сила договоров. Если ты не знаешь того, что тебе положено по завету, ты никогда этого не будешь иметь. Никогда не сможешь этим воспользоваться. Никогда не будешь этого просить. Ну и, конечно, никогда не получишь. Если ты не будешь знать, что тебе положено по завету, что не положено, ты можешь у Бога просить то, что тебе не положено по завету. И никогда этого не получишь. И можешь говорить, да я с верой просил, и никогда этого не получил. Яков на эту тему пишет просто в послании. Просите. Он там начинает так, что не имеете, потому что не просите. Но если просите и не имеете, то лишь потому, что просите не на добро, а для удовлетворения вожделений. Сам характер того, от чего желает Бог нас освободить, это от вожделений. Вожделение это признак ветхости твоего мышления. Вожделение, так? Вожделение в отрицательном смысле этого слова даны здесь. И вожделение это признак ветхости твоего мышления. Если то, чем ты движим в своих разговорах с Богом, является ветхой природой, Бог ее благословлять не станет. Тура нам ясно говорит, что елей на плот не изливается. Это намек о том, что чистое, благословенное, символизирующее Божье помазание и благодать не изливается на то, что ветхое близко к уничтожению. Вы понимаете? То есть... Что-что? Ну это история. Вот потому люди не получают много ответа на молитву. Они говорят, да я же с верой просил. А как ты можешь знать, у тебя что лампочка мигала красная, сейчас работает вера, сейчас работает вера. Ну как ты вот... Откуда ты знаешь, что ты просил с верой? Ну ты как-то напрягался в этот момент, да, особенно? Ну что, как это с верой просил? Поймите, что вера, она черпается из слова. Вот ты берешь Писание, ты знаешь, Бог говорит, храни свое сердце в чистоте. Работай над его очищением, двигайся в сторону святости, проси себе того, что поможет тебе освящаться. Экспериментируй в этом плане, практикуй в этом плане. Я буду помогать тебе. Кто из верующих может сказать, что он вот так вот поступал и не имел Божьей поддержки? Я уверен, что не будет ни одного человека, кто бы не получал ответы на эти молитвы. Я просил миллион долларов, Бог мне не дал. Скажи, зачем тебе, чтобы пожертвовать верующим? Подожди, давай вот так вот, не будем лукавить, а честно поговорим, зачем тебе был этот миллион. Ну я хотел еще грамотно покушать, я всю жизнь не доедал. Это грех? Нет, это не грех, без проблем, для этого не нужен миллион долларов. Я в одной книжке считал, что многим просящий миллион долларов на самом деле хватило бы пяти тысяч, потому что они никогда десяти не держали в руках, что они не знают, что это миллион долларов, просто не знают. Кто из вас держал в руках миллион долларов? Мы сейчас вычислим богатых людей. А? Рим очень грамотно. Я вот чувствую это. Я вот сделаю из него пять точно. Серьезно? Может, вам поэтому Бог его и не дал? А десятины представляете такие вообще? А вот я эти разговоры знаю давно уже, да, вот про десятины большие, когда заработаю, то как отдам. Если человек не способен отдать десятку из сотни, он никогда не отдаст сто тысяч из миллиона, это точно. Я не римка в этом планете. Я не про Рим, Боже упаси, я же абстрактно. Ну я не о вас не обижайтесь, честное слово. Не о вас. Я не из наблюдений. Продолжаем. Продолжаем? Продолжаем. Еще раз. Писание обещает нам многое. Для того, чтобы разобраться, что оно нам обещает, что оно нам не обещает, что обещает из того, что все равно ты не получишь, если будешь иметь нечистые мотивы. Все это надо знать, в этом надо разбираться. Если ты с этим не разберешься, ты будешь недополучать или же просить того, что тебе никогда не собирались давать. И это почва для и нищеты, и разочарований, и огорчений, и так далее. Очень важно в этом во всем разобраться. Важно об этом размышлять, советоваться, дискутировать. Послушайте, о чем говорить людям на домашней группе? О чем вы говорите? Да говорите об этом, разбирайтесь со словом, разбирайтесь. Вы же жить собрались. Ведь вот твоя жизнь, вот твой путь, вот твое благословение, вот твои дорожные столбы, скажем так. Ты знаешь, четко свой маршрут по жизни. Ну, я помню, ездили в один город и поселили нас в дом к одной сестре, которая в недавнем прошлом до этого была единственницей. Знаете, есть такое течение, пятидесятничество. Единственники. Они верят в то, что только Иисус. Нет Отца и Сына, только Иисус. И в разные моменты Бог представляется то Отцом, то Святым Духом, то Сыном. Ну, такая вот, такая я говорю. И так далее. Но, это древняя ересь монофизитов, такая была еще на заре новой эры. В общем, учили же историю, да, церкви? Учили монофизиты, монофилиты, все вот эти уклоны учили. В общем, они мне рассказали про свою общину. Они рассказали, как у нас раньше духовно все было. Мы, говорит, не просыпались. То есть, мы день начинали вот и жили всегда по откровению этот день. А как это? Я говорю, а как это по откровению? Ну, вот, нужно было вначале как бы от Бога получить картину дня и вот туда идти или сюда и делать то, то только вот с откровением. Я знаю эти вещи, ну, я слышал о них. А я говорю, а если нет откровения? Ну, тогда надо его искать, потому что нет смысла жить день, если нет прямого указания. Я помню, был с пастором Родионом из Запорожья. Там вот мы на встрече просыпаемся, я ему говорю, Родион, что тебе снилось? Он говорит, да, я не помню. Я говорю, ну, ладно, тогда давай ложиться дальше спать, потому что нет смысла жить день. Надо увидеть ясность какую-то. Что же мы с тобой будем жить его в пустую? То есть, на самом деле, на самом деле, Бог дает нам в Писании в главных вопросах, в таких направляющих, нюансы, там, детали, это твоя свобода. Но главные вещи, надо в этом разбираться, надо в этом разбираться. Если ты не знаешь, ты не будешь правильно молиться, ты не будешь иметь веру в Божью, ты будешь постоянно спотыкаться, и ты будешь постоянно находиться вот в таком вот состоянии, не твердом, шатком. Почему вот верующий верит по 20 лет? Поговоришь с ним, новичок вообще. Поговоришь с ним, ну, совсем у человека сложно все. Он по-прежнему желает того, чего желает мир. Вот так вот поговоришь, а у него те же цели, ничего не изменилось у него. Он не знаком со словом, он не знает, куда его направляет Бог. Он в ряде случаев даже не понимает, что этот весь мир сгорит, и что, в принципе, каждый верующий, даже самый сильный, умрет все равно. Вы знаете это, да? Будем об этом говорить завтрашнего дня? Написано в послании Евреям, что из-за страха перед смертью люди подвержены рабству. Когда ты перестаешь бояться смерти, ты становишься свободным. До тех пор, пока ты с ней борешься молитвами исцеления, и когда ты получил для себя сильное откровение. Самые здоровые люди все равно умрут. И все исцеленные Богом, даже абсолютно, все равно... Знаете об этом? Огорчил. Еще раз. А вот хорошо вы сказали, смотрите. А вот надо понять. А вот здесь надо разобраться. Чего ты заболел? Как молиться за исцеление? Что нужно изменить? Вот у нас сестра была вот такая вот в общине. И она заболела раком. Было ей 66 лет, когда она умерла. Значит, я молился за нее. Это как раз было в тот период времени, когда у нас в общине колоссальные исцеления происходили. От чего угодно. И я говорю, надо верить в исцеление. Но я еще вот как бы старался разобраться во многом. И многое Бога открывал. И я вот ее так накачивал. А у нее болезнь прогрессировала. Она была очень хорошим человеком. Хорошая верующая была. Очень хорошая служительница. Я на определенном этапе подумал, что у нее с верой проблемы. Она сама говорит, может, у меня проблемы с верой. Но вот так, как она жила, действовала, как относилась к людям, как изменилась с момента покаяния и до, то, честно говоря, ее пример бы можно ставить. И упрекать ее в неверие. И вот уже, как говорится, последний день ее жизни, как я теперь уже знаю, я пришел к ней вечером в больницу, разговариваю с ней. Она очень слабая была. И с ней в палате лежала еще одна женщина. Она говорит, вот знаешь, не молись за меня, за исцеление. Говорит, я же, говорит, к Богу иду. Чего мне бояться смерти? Я, говорит, мне вот сейчас так классно. Я знаю, что вот-вот уже. И вот я такое понимание в этот момент получаю, что мне не надо ее переубеждать. И я ей говорю, вы знаете, ну это же классно. Она говорит, да. И мы с ней провели получасовой разговор. Женщина рядом лежала на кровати, смотрела на двух идиотов. Серьезно. И она умерла в эту ночь. И она ждет нас. Дай Бог, чтобы дождалась. Дай Бог нам, имеется в виду, не ей. Потому что... Потому что все те герои, которые призывают нас верить в Божье исцеление, послушайте, есть Библии, у них у всех была физическая смерть. Знаете, все вот эти великие исцелители, Петр, например, да, который молится за хромого, а тот встает и ходит, да, скачет. И это третья глава деяния. Всякие молящиеся за исцеление умершие. Молитвы чьих были. Лазарь воскресший умер потом. Не надо убегать от этого вопроса. Надо над ним размышлять, друзья. Надо понять что-то о смерти, потому что, знаете, может быть, кому-то поможет, но в этом мире люди ошибочно называют смертью то, что ею не является. Вот так. Потому что смерть – это не то, что мы считаем смертью. Когда человека несут в ящике деревянном, то это не смерть, а мир считает, что вот это как раз она и есть. Смерть – это попасть в адыжи и провести вечную писью Бога. А люди по неверию своему считают смертью другое что-то. А так как смерть из Писания страшна, то мы боимся остановки деятельности нашей физической оболочки, считая, что это и есть смерть. А это не она вообще. Вот так. Это не она. Чего ее бояться? Надо не бояться этого. Как? Как? Я никого не огорчу? Если кто-то со мной не согласен, вам неприятен это, пожалуйста, скажите мне, давайте порассуждаем. А мы в теме. Мы в теме, да. Потому что, послушайте, если ваша вера… Я скажу сейчас. Для меня была большой победой личной моей в жизни, когда я начал в эту сторону думать и находить ответы от Бога. Потому что на каком-то этапе у меня был парадокс. Я решил о чем-то просто не размышлять. Я размышлял об исцелении Божьем. У нас были исцеления, все. Но как бы когда где-то немножечко меня что-то подталкивало думать, ну подожди, хорошо, ну дальше что-то. Здесь у меня наступали тормоза. И мое учение о вере как бы постепенно привело меня в какой-то тупик, вот личный мой жизненный, духовный тупик. И пока я не начал разбираться с этим во всем. Было это так. Я травмировал колено, оно у меня распухло сильно. Год я ходил с ним, потому что врач сказал пройдет, а оно не проходило. За меня молились все. Ну по крайней мере все, кто мог за меня помолиться. Борис Саугулыч, Пастыря, на ретрит, кто угодно. Через год я обследовался дорого. И мне сказали, тебе срочно надо делать операцию? Потому что там какие-то процессы поначались в колене страны. И мне там в Виннице, это хорошая хирургия, есть профессор, доктор Маул, делал мне операцию. И после того, как я начал от наркоза отходить, он мне сказал, я еще не совсем соображал, он говорит, ну, не очень хорошие результаты. Кое-что нашли у тебя. Я не понял сразу, но потом, когда я отошел, то мне, ну, другие врачи уже сказали, там у тебя нашли опухоль, и как бы это не очень хорошо. Ну, и на меня набросился страх. Серьезно. Вот. И вот два дня лежу в этой реанимационной палате, мне там красковыряли крепко все, и думаю над этим. И когда ты молишься за исцеление других, ты можешь быть очень уверен в исцелении, но когда тебя посещает что-то, хотя бы на уровне информации, не факт, что оно есть, но... Вот это испытывает по-настоящему, как ты веришь и как ты думаешь. И это были два дня борьбы у меня, вот такой внутренней. Я и разочаровывался, у меня дочь только родилась. И как бы я поздно женился, у меня были проблемы в жизни. У меня жизнь вроде начала налаживаться, и так вот это вдруг такое сообщение. Через два дня меня переводят в общую палату, и там лежат люди, у которых у всех колено, у всех, ну, такая профильная больница. И они лежат уже не первый раз, у них артрозы там, и они друг друга знают. А я новичок, палата на шесть человек. И вот они друг с другом разговаривают, и говорят, помнишь там такой-то? Все, умер уже, говорит. Вот ты помнишь, говорит, его привезли, тогда прооперировали, второй раз нашли опухоль, отрезали по колено, потом по тазу, потом все. Я отлежу, слушаю, думаю, а что я это слышу сейчас? Почему-то при мне этот разговор происходит, и на меня страхует. набрасывается. У меня был лечащим врачом, назначили кувейтского араба. В Виннице много арабов, живет, оставшихся после медуниверситета жить. Один из них, вот он был, Хусейн зовут, вот такая борода. И он приходит ко мне, мои анализы отправили в онкологию, значит, и он приходит ко мне, и как дела, как здоровье? Я говорю, анализы пришли, анализы пришли, анализы делают в норме три дня, как мне сказали. Я уже лежу неделю, анализы не приходят. Ему сказали, что я руководитель общины верующих. И вот в одно из утра, я говорю, ну что анализы пришли, он говорит, слушай, а чего ты переживаешь? Ты же веришь в Бога, чего тебе переживать? А тебе пошел. И мне стыдно стало. А раб, не знающий истину, знающий в искаженном виде о Боге, сказал мне настоящую правду обо мне. И как-то это меня зацепило. Я начал думать над этим. Меня в скорости выписали из больницы. У меня книга лежала, которую я никогда до этого не читал. Это книга Билли Грэма «Неизбежность смерти» называется. Я начал читать. И, вы знаете, я начал думать над тем, что может меня ожидать в ближайшем будущем, если анализы не приходят. Вторая неделя прошла, анализы не приходят. Я звоню в больницу, каждый день они не приходят. И я начал подозревать, что меня обманывают. Что они пришли, но мне не хотят говорить правду. Потому что я знаю, что советские врачи, в отличие от американских, они не говорят правду человеку до последнего. Американские сразу говорят. Вот тут разница у подхода. Я начал подумать, что меня обманывают. Значит, за те три недели, сколько не приходил анализ, я, в принципе, пришел к крепости внутренней в отношении того, что я могу скоро отойти к Богу. Не умереть, послушайте, а отойти к Богу. И мне нужны были эти три недели. Я в эти три недели на шаббатах проповедовал. Я говорил именно об этом. С тех пор, это было четыре года назад, я во многом пересмотрел свое понимание веры Божьей. И в моем учении сегодня есть довольно крупный кусок о том, для чего ты живешь. Потому что, если мы не будем этого знать, нам будут непонятны многие места Писания и многое то, что говорили апостолы, и чему они учили. Мы будем это обходить и приходить к неправильным выводам. И, соответственно, к неправильным результатам в своей жизни с Богом. И, соответственно, то, что будет в нас, полноценной верой являться не будет. И, конечно же, правильное Евангелие мы тогда никому и рассказать не сможем. И, конечно же, все это будет не совсем Божьим в итоге, чем оно у многих и является. Вот. Я закончу то, что хотел сегодня закончить. Сколько у нас, с Римой Валентин, еще десять. Ты надо четыре года делать. Ну, ладно, я сейчас постараюсь сжать. Хорошо. Мы сегодня с вами говорили о Заветах как о приеме Бога с целью напомнить нам о том, что Он от нас чего-то ожидает и о том, чтобы помочь нам крепче поверить, применяя такую ясную человеку формулировку как договор. царь Додик или Давид. Это ласкательное имя детское Давид. Я думал, это оскорбление раньше, но Додик это... Значит, он... Открываем первую книгу Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон. Открывайте шестнадцатую главу. Шестнадцатую главу, друзья. Когда Давид окончательно разбил Филистимлян? Навсегда. Взяли ковчег Божий, ковчег Завета и вносили его торжественно в Иерусалим. И это вот тот случай, когда Мелхола смеялась танцующего Давида. Когда он шел перед ковчегом и выплясывал там и резалась каждая чуть ли не метр жертвы. Шестнадцатая глава. Принесли ковчег Божий, поставили среди скинии, которую устроил для него Давид. И вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. И теперь внимательно. Смотрите, здесь Писание начинает, вот мы сейчас с вами рассмотрим места, как Бог помогает верующим людям не растерять свою веру. Полученную через слово, через чудеса, через исполнение обетований, в этот день, седьмой стих, Давид в первый раз, в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Сама идея того, зачем был дан этот псалом, это не просто такая, знаете, искусство веры, это не просто украшение нашего вероисповедания. Здесь был важнейший умысел. И вот какой он. Это видно из текста псалма. Еще раз напоминаю, он заносит ковчег после победы, царь Давид, приносит жертвы. И в первый раз дает псалом Асафу, в котором вот какие слова. Для пения всех перед лицом Израиля во время священнослужения, чтобы это было слышно. И что же это за слова? Пойте Господу, славьте Господа, провозглашайте имя его, возвещайте в народах дела его. Возвещайте в народах дела его. Пойте ему, бряцайте ему, поведайте о всех чудесах его. Хвалитесь именем его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы его, ищите непрестанно лица его. Вот остановимся на какое-то время. Ищите силы его, это как? А это вот через то, что написано сначала. Возвещайте чудеса его, дела его, и таким образом ищите силы. Поминайте 12 стих, чудеса, которые он сотворил, знамения его и суды уст его. И уже как утверждение идет, то, что исходит из самих заветных отношений. Вы, сыны, вы, семья Израилева, рабы его, сыны Якова, избраны его, он Господь, Бог наш, суды его по всей земле, помните завет его. Это псалом такой. Это целая проповедь о вере вообще на самом деле. Вот псалом. Вот его назначение. Это для того, чтобы в храме это пелось, чтобы люди это слышали, чтобы, слыша это, они вспоминали, укреплялись в вере, чтобы их внимание переключалось с разочарования ропота на правильное поведение, с упования на себя или на других, переключалось на упование Божье, да? Помните вечно 15 стих завет, его слово, которое он заповедовал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму, в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный. Вот. Друзья, для того, чтобы нам сохранить нашу веру, я уже сказал сегодня об этом, что вот так вот как-то пришло мне и подумалось, и мы решили записывать чудеса Божьи в нашей общине, чтобы потом это периодически перечитывать, свидетельство, чтобы это не терялось. Таким образом мы выносим вот эти камни из Иордана, из этого чуда, потому что дальше там пошла вода, и назад туда войти было невозможно. Это было бы как бы покрыто забвением. И унеслось бы навсегда. И было бы забыто. Но мы хотим теперь уже наученные тому, что мы можем сегодня верить, а завтра забыть об этом. Мы выносим эти камни, чтобы они были перед глазами нашим, чтобы помнить о вере, и чтобы таким образом, как минимум, ее не разрушать, и как максимум ее умножать. Вот он дает псалом. И для чего? Потому что Давид помнит все то, что было с Израилем, из-за чего Израиль терял веру. Это он победил Голиафа. Это он помнит, что народ его боялся. Хотя этот же самый народ знал о том, что сынов Енаковых когда-то Халев победил и занял их город. Это народ, который поет в своих песнях по праздникам о победе над Огом Васанским, который есть царь Рифаимов и сам здоровый, у которого железный одр, помните, про него сказано, был такой длины. Это же про него, он уже здоровый мужик был вообще. Это про него сказано, что их боялись все окрестные народы, а израильтяне победили. И Давид это все знает. Он знает, что когда он думал над этим пася о виц, он был крепок к вере, он победил Голиафа, он знает, что люди, которые крутились вокруг Саула и искали место при дворе, об этом забыли. И когда пришла пора проверять веру, оказалось, что просто у них нет, нет вместе с этим силы, и вместе с этим есть поражение. Поэтому он предпринимает какие-то усилия, как человек, которому это открылось, для того, чтобы больше подобного в Израиле не произошло. И он дает эту песнь для того, чтобы это постоянно провозглашалось и было как звонилка в ухо. Помни, Бог с нами, завет, который он есть, он вечный. Чего тебе бояться? Все у тебя хорошо. Вот нужно работать над тем, чтобы в жизни твоей, как в жизни верующей, в жизни тех людей, с которыми ты работаешь в служении, чтобы такие напоминания постоянно имели место. В какой это будет форме? В форме девизов на холодильнике, в форме провозглашений по утрам, в форме созвонов, в форме каких-то особенных, там, новых приемов, я не знаю. Но важно, чтобы это было. Важно, чтобы ты не разрушался в вере. И причем важно, чтобы то, что происходит лично в твоей жизни, для некоторых важно, чтобы ты помнил о том, что лично в твоей жизни было. Борис Олыч как-то рассказал мне историю, ему позвонил, у него пастор из Израиля, и говорит, так тяжело, просто очень, очень тяжело и плохо. И нету ничего, ни веры, ничего. Он говорит, давай так, час, перечисляй Богу вслух все, что он сделал хорошим в своей жизни. Садись, вспоминай и перечисляй. Через час позвонишь. Тот позвонил через полчаса, говорит, только что закончил, на час меня не хватило, но то, что я делал полчаса, меня изменило капитально, мне сейчас классно, я готов песни петь, и все прошло, как черная туча уехала за горизонт, и опять солнце в жизни. Это что? Это вот то, о чем мы говорим сейчас. Это хороший прием. Я его советую всем, с тех пор, и он работает, знаете, безотказно. Если у человека есть жизнь с Богом, да, если он не возрожден свыше, это отдельный разговор, тут надо о другом говорить. Но если это человек, на которого навалилось искушение, враг рядом, мы знаем, и ему поможет просто лишь то, что он вспомнит, что было с ним. И многое, о чем мы читаем в псалмах, это прием для укрепления веры. Вспомни дни древние, помните, да, такие псалмы? Вспомни, что было с отцами твоими. Вспоминаю я на ложе моем, вот есть там такие слова. Вот это вот все то, что возвращает человека в состояние веры, а значит силы, а значит победы, а значит жизни.